Встреча с руководителями авиакомпаний Встреча с руководителями авиакомпаний Встреча с руководителями авиакомпаний Встреча с руководителями авиакомпаний закрыта не потому, что мы хотели, чтобы кто-то чего-то не знал. Мы закрыта потому, что это собрались специалисты в узком направлении. Это была встреча по безопасности полетов. Мы встречались с авиакомпанией, с аэропортами. Мы с вами прекрасно знаем, что тема безопасности полетов в гражданской авиации всегда была во главе угла. Это тот вид бизнеса, который ставит во главу угла недостижение финансового результата, вернее не только и не столько, сколько в первую очередь безопасное выполнение полетов и как качественное и безопасное выполнение полетов, как результат достижения финансовых качественных результатов. Ровно об этом мы и говорили сегодня с нашими гендиректорами, с авиакомпаниями. Мы слушали их предложения. Мы сейчас в обновлении существующей системы управления безопасностью полетов в российском государстве. Мы готовим очередную версию, очередное уточнение этой программы в ее развитии. И нам было очень важно услышать наших гендиректоров, гендиректоров авиакомпаний, аэропортов, потому что система управления безопасностью полетов работает в полной связке на государственном уровне, на уровне авиакомпаний, на уровне аэропортов. И только тогда она будет и может быть эффективной. Александр Алексеевич, Министерство транспорта в частности и правительство Российской Федерации в целом уделяют большое и значительное внимание развитию региональных авиаперевозок, и в том числе развитию местных воздушных линий. Расскажите, пожалуйста, к текущему подходу к субсидированию авиаперевозок региональных в целом и к субсидированию перевозок внутри субъектовых. Какова концепция сейчас, которую вы планируете предложить? – Очень хорошо и важно, что наша конференция уделяет и этому вопросу большое внимание. Вы прекрасно видите, что задачи, поставленные президентом по развитию региональных перевозок, сейчас эффективно решаются в государстве. Но все ли сделано, достаточно ли сделано, вот мы и хотим услышать от общественности, рассказать ей свои планы, что мы и делаем, и услышать их предложения по тому, как двигаться дальше, как эффективно расходовать бюджетные средства государственные. Сейчас эта программа реализуется в рамках национальных проектов, в рамках большого национального проекта и в рамках конкретного федерального проекта развития региональных перевозок и региональных аэропортов. Эта программа активно реализуется уже в этом году, мы активно двигаемся в ее реализации. Есть проблемы, есть вопросы, идет корректировка, настройка механизма. Но в целом мы настроены реализовать все поставленные президентом задачи, и мы уверены, что они будут реализованы к 2024 году. Мы в этом году выполняем все поставленные задачи, и я убежден, что наша конференция, наше общение с представителями авиационной общественности, аэропортов, авиакомпаний, регионов дадут нам возможность проводить донастройку этой системы. Чем мы, кстати говоря, сейчас и занимаемся, потому что региональные перевозки субсидируются из двух программ. Они субсидируются из программы развития региональных перевозок, это 1242 постановление правительства, и 215 постановление, которое по связанности отдаленных территорий и анклавных территорий, таких как Крым, Калининград, с центром страны. Правда, как я уже говорил, что Крым теперь уже нельзя считать анклавной территорией после ввода автомобильного моста и, я уверен, ввода железнодорожного сообщения до конца этого года. Это уже будет полностью связанная с центром страны территория, но, тем не менее, значимость авиационных перевозок для Крыма, я уверен, не снижается, мы тоже об этом думаем. На этот год выделено 8,5 миллиардов рублей на субсидирование региональных перевозок. Заявок поступило на развитие региональных перевозок в разы больше. Мы сейчас рассматриваем механизм субсидирования, совершенствование механизма субсидирования. Надо сказать, что мы очень внимательно следим, чтобы эти средства расходовались эффективно. Мы недавно посчитали, и механизм нашего субсидирования перевозок на отдаленных территориях, на одного пассажира, на один километр, одна из самых эффективных в мире. Такие же, вы знаете, механизмы используются и в Соединенных Штатах, на Аляске, и в Канаде, в отдаленных территориях, и в Австралии, на труднодоступных территориях. Мы сравниваем всегда, мы все время изучаем их опыт, смотрим, как они это делают, и, конечно же, сравниваем эффективность расходований бюджетных средств. Должен с гордостью сообщить, что у нас одна из самых эффективных систем в мире, и мы считаем, что она должна продолжаться совершенствоваться. И площадка на этой конференции, я считаю, даст для этого новый толчок. Александр Алексеевич, все-таки позволю себе уточнить по внутрисубъектовым перевозкам. Я знаю, были предложения и у республики Саха-Якутия, они говорят о том, что расстояние достаточно значительное и тождественное примерно с ближним магистральным перевозкам. Каков все-таки будет подход у регионов? Получится возможность субсидировать местные воздушные линии за счет федерального бюджета? Все-таки поясните подход текущий. Спасибо вам за уточнение, это действительно очень важный вопрос. И мы сейчас получили поручение от правительства, я имею в виду Минтранс, по разработке некой методики субсидирования местных перевозок. Дело в том, что она последние несколько лет стагнирует. Если мы региональные перевозки, межрегиональные перевозки значительно сейчас развили, и они уверенными шагами движутся вперед, то местные перевозки находятся в некой стадии стагнации. Это связано с многими причинами и с отсутствием у субъектов денег, с низким платежеспособным спросом населения, и с недостаточностью воздушных судов для этих перевозок. И такое поручение как нельзя. Кстати, мы над ним активно работаем. Разрабатываем, во-первых, единую методику расчета необходимых субсидий для местных перевозок, а во-вторых, мы будем там же закладывать некие идеи, предложения, как субсидировать эти перевозки. У нас же есть регионы-доноры, а есть регионы, которые не в состоянии оплатить эти перевозки сами. И для этого нужно предусмотреть некий механизм субсидирования. Как сделать так, чтобы этот механизм был понятен, открыт и ясен регионам? Как сделать так, чтобы он стимулировал развитие через субсидию именно местных перевозок нужных полезных населению? Как сделать так, чтобы обеспечить эти перевозки необходимым количеством российских воздушных судов, включая вертолеты? Мы над этим тоже активно работаем. Вот это наша задача сейчас. В этом мы видим цель нашей работы. И, конечно же, я и сегодня обратил внимание коллег, мы ждем от них своих предложений. У нас есть некие мысли и идеи, как это сделать, но полезно будет их сверить с предложениями авиационных экспертов и авиационной общественности. Когда вы все-таки планируете, что этот механизм заработает по субсидированию именно местных воздушных линий со стороны федерального бюджета или никаких сроков вы себе не ставите? Пока задача проработать и найти лучший механизм. Правительство для себя видит такую задачу развития местных перевозок. Это отклик на запрос регионов. Регионы понимают значимость региональных и местных авиационных перевозок и обращаются в правительство с этой задачей. Мы, в свою очередь, отвечаем разработкой неких мер предложений. Это значит, что эти меры точно будут реализованы. Когда? Есть определенная технология разработки механизма и внедрения его в практику. Он включает в том числе в себе разработку неких нормативных подходов и финансирование этих программ. На 2020 год механизма финансирования пока такого не предусмотрено. Потому что, кстати говоря, нет уже оформленной системы норм и правил методик. Мы сейчас над этим работаем. Полагаю, мы в 2020 году разработаем такие нормы и подходы. Доложим их правительству. Правительство взвесит свои возможности, потребности. И думаю, что после этого оно примет решение, когда выходить на механизм субсидирования местных региональных, внутрирегиональных перевозок. Александр Алексеевич, завершающая тема, которая беспокоит наших эксплуатантов и операторов, это перевод воздушных судов иностранного производства в российский реестр. Насколько я вижу, как бы программа идет, но все-таки не так много эксплуатантов перевели свои самолеты в российский реестр. Расскажите, пожалуйста, как двигается этот процесс, с какими сложностями государство столкнулось и чего ожидать дальше эксплуатантам? Очень важный и нужный вопрос. Дело в том, что существование национальной системы поддержания летной годности – это признак крупной авиационной державы. Вне всякого сомнения, Российская Федерация является авиационной державой. И это значит, что у них должна существовать своя система поддержания летной годности. А механизм регистрации в российском реестре – это один из инструментов системы поддержания летной годности воздушных судов. Он тесно перекликается и переплетается с безопасностью полета. Он тесно переплетается с готовностью и возможностью национальных органов реализовывать эти полномочия качественно и эффективно. Кроме того, он тесно перекликается и переплетается с системой финансирования приобретения иностранных воздушных судов. Все эти вопросы отражены у нас в комплексном плане по выравниванию конкурентных возможностей российской и иностранной систем регистрации. Этот план нами был разработан в прошлом году. Мы его в этом году эффективно реализуем. И вне всякого сомнения, я хочу, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, целью Российской Федерации, авиационных властей Российской Федерации является формирование системы поддержания летной годности качественно и эффективной российской и, как ее элемента, системы регистрации в Российской Федерации. Но мы хотели бы, чтобы эта система была конкурентоспособна с иностранной, чтобы нам не приходилось силой загонять авиакомпании в наш реестр. Мы должны сделать так, чтобы авиакомпании и российские стремились зарегистрировать не только иностранные, а все воздушные суда и российского производства, и иностранного производства в нашем российском реестре, чтобы было ясно и понятно, каким образом поддерживается там летная годность, как проверяется ее состояние. И чтобы это было понятно не только авиакомпаниям, но и тем структурам, которые финансируют приобретение воздушных судов. Ведь они заинтересованы в остаточной стоимости своих воздушных судов. Они должны понимать качество их содержания и возможность последующей эксплуатации после того, как закончится договор лизинга с одной компанией, с российской, если они захотят ее вернуть в какое-то другое государство или использовать где-то в другом месте. Вот это вот сложный комплекс вопросов. Сейчас с нами совместно реализуется и Министерством транспорта, и Росавиацией. И мы точно и однозначно поставили себе целью до 2023 года создать эффективную, конкурентоспособную систему регистрации в Российской Федерации. К ней мы уверенными шагами движемся, и мы обязательно этой цели достигнем. И тогда нам можно будет спокойно, с чистой совестью отказаться от регистрации воздушных судов за границей в других юрисдикциях. Александр Алексеевич, позволю себе уточнить, потому что, на мой взгляд, Вы сделали важное заявление. Правильно ли я понял, что перевод в российский реестр – это не будет некой обязаловкой, и что, например, тот же наш национальный перевозчик Аэрофлот, если сочтет ненужным и правильным для себя оставаться в реестре другого государства, то правительство не будет включать какие-то механизмы, чтобы это было принудительно сделано? Я, во-первых, хочу сказать, что я точно не буду решать за правительство. Но наши подходы и наши предложения, которые мы готовим и которые сейчас поддержало правительство, я подчеркну, разработанный нами план рассмотрен и поддержан другими ведомствами и другими структурами, в том числе и Министерством промышленности Российской Федерации. Он предусматривает сформирование конкурентной системы, которая будет по сравнению с другими юридикциями более выгодной и более качественной. Вы, наверное, обратили внимание, что таким механизмом является обнуление НДС для воздушных судов, которые мы будем регистрировать в Российской Федерации. Это и есть те уже шаги, предпринимаемые Министерством финансов и Министерством транспорта по выравниванию конкурентных условий. И наша цель создания не некой административной заградительной системы, а эффективной, качественной, выгодной для авиакомпаний системы, что позволит им оставаться такими же эффективными и такими же эффективно развивающимися, какими они являются сейчас. Большое спасибо, Александр Алексеевич. Удачи вам в делах. Спасибо. Очень хорошее мероприятие. Я вам желаю также успехов в проведении этой конференции. Спасибо.